Привет, друг! С тобой Аван. Мы продолжаем играть на сервере Смотра Рэйдж, всё как всегда. И как ты понял по названию и по превью ролика, сегодня мы посмотрим на новое обновление на Смотра Рэйдж 2.1, зимнее обновление. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, готов что-то покушать. Ну а мы начинаем. Хоть меня так и долго на сервере не было, но вы должны обязательно помнить, что при заходе на этот сервер, при первом заходе, при регистрации, обязательно вводите мой промокод EVAN большими буквами и получайте 50 тысяч рублей и VIP-статус на один день. Иди сдавай на права и работай на свою мечту. Куда так часто пропадаешь? Единственный вопрос, который ассоциируется у меня и у подписчиков с моим каналом, давайте маленькое отступление для подписчиков. Знаешь, прошлый ролик именно с этим Чироном выходил 43 дня назад, что я вернулся на ютуб и наберите 100 лайков выйти в следующей серии. Опять 100 лайков не набралось, я вот ушел на 40 дней. Ладно, если серьезно, то у меня было очень много дел в жизни, у меня не надо было порешать некоторые проблемы, вот. И если честно, еще было маленькое перегорание, то что ютуб уже мне не приносил так много удовольствия, как это было раньше. Хоть у меня контент особо и не славился, но сейчас я обдумал это все, понял, что с каждым роликом нужно улучшать качество, а не штамбовать их подряд. Поэтому будем что-то с этим делать. Как-то я уже, надеюсь, вернусь на ютуб, да и плюс еще такие игры по типам ТА и GTA 5 не особо мне приносят удовольствия, как это было раньше. Поэтому сейчас после обновления посмотрим, что-то новенькое на сервер завезли, поиграем и я надеюсь выйдет еще несколько серий. А на самом деле я в прошлом ролике говорил про спойлеры, я хочу снимать контент в реальной жизни. И я уже прикупил кое-что, ну если у меня автоконтент, то вы уже понимаете, что я прикупил. И я снял видос еще 2 месяца назад, как раз месяц назад должен был выйти. Но я надеюсь, скоро приедут некоторые ништяки и вы все увидите. Это будет охеренный контент из реальности. Поэтому да, я более хочу перейти в реальную жизнь, чем снимать серваки, но надеюсь, что вы поддержите данный ролик. Многие писали, Эван, возвращайся, только без мата, пожалуйста. Окей, постараюсь в этом году, 2024, хотя сейчас еще 2023, постараюсь без матов. Короче, смотрим и сегодня обновления. По классике, чинжелок сначала, потом смотрим само обновление. Тайм-коды есть внизу и на ролике. Перематывайте туда, где вам будет интереснее смотреть. Погнали. Чинжелок вышел достаточно большим, и чтобы не занимать много эфирного времени, мы просто пройдемся по заголовкам и больше времени пределим именно обзор самого обновления. Погнали. Значит, первое, что это они попереписывали там кучу систем всяких, спауна, нереспауна, сохранения, что сейчас сервер намного должен быть оптимизованнее. Добавили новый зимний пропуск, новый год 2024. Ровно, можно сказать, год прошел с момента ввода этой системы, ведь первый батлпластик на смотре именно был в прошлом году зимой. Они добавили 80 уровней, там куча кейсов, куча одежды, сундуков, шапок, ну, тематика нового года, да, понимаете. Что там, ожерелье, борода, добавили кучу новых автомобилей именно в батлпластик. Это буханка, Lexus LC500, Maserati, Ferrari Daytona, Lamborghini Vanana, но это все позже. Вот. Также изменили весь маппинг на сервере, да, пока я не снимал ролики, уже снег выпал. Изменили, добавили всякие елочки, гирлянды и так далее по маппингу, да. Мы начали работу по минимизации игрового худа, сейчас он стал меньше, меньше занимает место, меньше жрет фпс, это тоже, как бы, посмотрим, это лайк. Также они сделали полную переработку, оптимизацию всех деревьев на сервере, потому что они раньше их наспавнили через Ctrl-C, Ctrl-V, сейчас они их, вроде как, немножечко изменили, но поездим, посмотрим. Переработали все фонари, вот это все добавили, тематику нового года, это уже мы говорили. Самое интересное то, что они решили постелить асфальт вокруг Сэнди Шорс, вокруг озера, там, где была проселочная дорога, они просто сделали асфальт теперь, это прикольно. Также добавили автомобильный туннель, это тоже очень интересное решение, это на западной магистрали. Также переделали телефон, основная, можно сказать, часть обновления, это коммуникация между игроками, они переделали телефон, он стал немножечко больше, изменили там... Ну что, братишка, ты аксуешь? Изменили там они всякие иконки, добавили background, и надеюсь, скоро можно будете менять заставки, конечно, это на других серверах уже давно есть, но у нас только обновления, блядь. Также добавили снежки, можете сейчас запасаться полным багажник, и потом просто летом продавать, я так делал. Сейчас, кстати, Хасан Киллер пишет, когда новый ролик. Ну вот сейчас, тебе привет. Активировали фейерверки, теперь их можно запускать. Самое прикольное то, что они добавили лед на маленькие озера, и большое озеро в Сэнди Шорс, где меняется физика твоего автомобиля, то есть там заносит, звук появляется, это тоже интересно будет проверить. Добавили, конечно же, как без этого, новые кейсы в разделе эксклюзива БП, то есть из зима 2023 года, то есть прошлый БПшник, с лета БПшника. Добавили 4 новых автомобиля в элитный кейс, добавили рацию, добавили сим-карту, вот это еще один метод заработать перекупом. Сим-карта может состоять из 5 или 6 или 7-значного номера. Теперь ты будешь рандомно, типа, вытаскивать с 24 на 7, но сможешь ее выкупить, самая дорогая, типа, 5-значная, что-то такое. И теперь активированы звонки, то есть по телефону можно звонить. Но самый прикол в том, что нужно оплатить за тариф 5 тысяч рублей в день, это вроде недорого, но в год это выходит 1 миллион 800 тысяч, и как бы, ну, такое себе. После чего самое главное, то, что просили игроки еще со времен МТА, еще как только сервер открылся в 2020 году, это просили добавьте таксу на своем автомобиле, и они добавили для компаний новый вид деятельности, это частный извоз, там, где у нас дальнобойщики, теперь там частный извоз, то есть есть 4 тарифа эконом, комфорт, бизнес, премьер, ты теперь на своем автомобиле можешь таксовать и зарабатывать немножечко денег. Вот это уже лайк. Добавили кучу мужских анимаций и женских там в Z, можете открыть там и танцы, и не танцы, и так далее. И, в принципе, на этом все. Поэтому что? Приступаем к обзору самого обновления. Погнали! Хотя бы погоду изменили, потому что пересветы дикие на этом сервере. Я не знаю, как это решить, помогите в комментариях себе. Здесь у нас стоит, кстати, новый хаммер, которого я еще не видел, но, возможно, прикупим. Значит, минимизация худа, да? Вы видите, насколько чат стал меньше. Появились номерки в конце и смски справа. Также изменилось и по цвету, и по значениям, и теперь меньше всякие значки, да? Не на полуэкран, это уже лайк, может, меньше лагает. Телефончик вот так у нас обновился. Он реально достаточно большим стал. Иконки достаточно большие стали. Все, что у нас поменялось, это появился вот значок баланс, где мы можем пополнить свой баланс 5000 рублей в сутки. То есть мы нажимаем пополнить баланс, вводим сумму, максимальный баланс 200 тысяч, и типа у тебя безлим на звонки и на смски. По телефону все. А, и по анимациям, что у нас? Подобрать снежки. Нет мест в инвентаре, что у меня есть? Анимация, вот, позы всякие добавили. Очень-очень прям много. Женская стойка с символизмом. Не понимаю, где здесь символизм, ну да ладно. Самое интересное, батлопластник. Также он в планшете находится. Стоит 1200 рублей. Покупать его, конечно же, не буду. Но сейчас у вас на экране есть хриншоты, как там плюс-минус все выглядит. Я думаю, с прошлого батлопасса ничего не изменилось. Только изменились всякие призы по типу рюкзаков. Ну сейчас вы, да, все видите. И автомобили. Еще чуть не забыл кейсы. Кейсы. Кейсы удачи. Эсклюзив из БП. Вот это новые кейсы. Ну, которые старые, но типа новые. Главное, не открыть это у меня 900 доната. Ну это да, это все, что раньше было. Именно по одежде. Не по тачкам. Батлпасс. Ой, никакой батлпасс. Элитный кейс. 750 рублей. Скидон сейчас. Можно открывать. Вот. У нас появился здесь Бентли Батур. Роллс Ройс Спектр. Мерседес Бенз Вижн. И Феррари Рома. О, новые анимации. Прикольно. Я не знаю, картинка не будет влиять или нет. Я прикупил новый Моник на 180 Гц. Типа, может, плавнее будет как-то. ХЗ. Но маппинг, вот смотрите, пальмы слева. Вот эти столбы, да. С Дедом Морозом. Вывеска с Новым Годом, в принципе, каждый год была. Но вот эти столбы прям... Прям очень так по-новогоднему атмосфера. Елки везде. Прям прикольный снег. И здесь должна быть большая елка, да? Сейчас, посмотрите, она прогрузится. Да, здесь это даже пожестче. Почему в прошлом году? Вот этого в прошлом году не было. Похоже, новые Майдена Гитова Сити появились. Ладно. Мэри Крисмас. Ля, прикольно. Надо было здесь сначала снимать. Значит, что, поехали в ближайшие 24 на 7. А где он? Зайдите. Ну, вот здесь, да? Ну, поехали сюда на заправку. Посмотрим, что по рации, что по ценам. И что по сим-картам. Ох, ебать, ты что на прилавок залезла, ты? Сим-карта смотра мобайл. Рация... Рация полтора ляма? Обожаю Эвана, который говорит, сейчас поедем проверим. А рация полтора ляма стоит. Ладно. Сим-карту можно прикупить. 50 тысяч. Мебель для дома. Хотите сказать, я просто покупаю именно карточку за 50 тысяч. Мне выдается рандомный номер. И через инвентарь я сам буду сейчас его покупать. Или как это работает? Ну, допустим, у меня появилась сим-карта, да? Для использования мобильного... Так. Вот, сменить номер, да. В принципе, как я и ожидал. Давайте посмотрим. Самый дорогой номер. 9 миллионов... 500 тысяч почти, да? Окей. А есть разница от цифр? 6 миллионов. 6 миллионов. Ага. 1, 2, 3, 4, 5. А, 9 миллионов. 5 цифр одинаковых стоит 9 миллионов. 6 цифр? 6 миллионов. 7 цифр? 1 миллион. Мне кажется, 7 одинаковых цифр даже поприкольнее, типа. Что лучше, 7 семерок или 5 семерок? 7 семерок, типа 7-7. Ну, прикольнее смотрится. Либо 6 шестерок, 5 пятерок. Вот, в этом есть какой-то прикол. А если, например, она цифра меняется, да? Типа 8. Ммм, то есть 500 тысяч разница. А если 2? Еще в полтора. Окей. Если 7, 7, 7, 7, 8. 3 миллиона. 6 лямов разница из-за одной цифры. Ну, это сильно. Это очень сильно. А если... То есть 150 тысяч, если 2 цифры поменялись, да? А, ну, какая разница, да? А если 5? 120. Ну, если вот так сравнивать, это вообще недорого, типа. Я когда-то на РП-серваках Аризона РП в Сампе очень сильно любил крутить номера. Каждый раз приезжал, короче, в 24 на 7. И, ну, там стоило что-то 500 долларов. И я любил их вечно крутить и пытался увидеть какой-то охеренный номер. В один момент я прикупил 5 семерок и в конце шестерочка. Что-то за 3 ляма номер. Это прям реально очень дорогой номер. И по привычке захожу 24 на 7. И такой, давай попробую, типа, удачу. И купил сим-карту, знаете? На опыте такой. И в этот момент, бля, я же 3 ляма просрал. Ну, в этом весь я. Потом еще скин просрал за 10 лямов. Ну, такое. Значит, соточку можно как бы закинуть. Я любитель такого всякого рандома, да? Который мне никогда не везет. Давайте посмотрим, что же мне выпадет. 40. Полнейшее дерьмо. Стой. То есть, хотите сказать, один раз купил. И Габелла? Блядь. Мне все забагалось. Да не, не, это Габелла, это Габелла. Это никак уже. Ладно, Орелох. Пробуем еще раз. Можно. А, только купить можно. Ладно, давайте тогда закинем еще сколько там? 170. Давай еще. 80 тысяч закинем. И купим какой-то номер нормальный. А вот такой реально, 10 тысяч сколько? 3 ляма. Ну, 4 цифры одинаковых, я понял. Давай, 7, 7, 7, 6, 6, 8, 8, 0, 0. Вот. Блядь, занят, ладно. А если наоборот? Наконец-то. Я не увидел, сколько я просал денег только что. А, херню, 40 тысяч. 78, 77, 87. Ну, типа, 7, 8, 7, 7, 8, 7. Типа, зеркалочка. У меня опять забагался худак. И я задолбался только что выбирать цифры, если честно. Теперь купы 100% уже скупили. Обновление тем более вышло 10 часов назад. А то, что багается худак, это обидно. Так, ну, за 40 тысяч, как бы, номер более чем. Реально. Опять эта погода появилась. Дикий пересет. Я не знаю, яркость обнулину скрутил. Все равно пересеты есть. Как это исправить? Я хз. Сим становится активной, когда она лежит в активном слоте. А, то есть вот здесь. Вот, теперь в этот момент ко мне может кто-то позвонить. Вот это сюда. Я не знаю, что такое. Браслет, наверное. По логике, да. Сюда рация. Окей. Рация позже. Кстати, как на телефоне звонок работает? Недавние. Вот. Это мой номер. А я смогу к тебе позвонить? Не, не могу. Неизвестный. Эван пишется. Окей. Неизвестный. А, контакты. Например. 7-8. 7-7. 7-8. Например. Добавить номер. Имя контакта. Сохранить контакт. Следующее, что мы посмотрим, это дорога. Маппинг, да? Вокруг Sandy Shorts. Ну, ни хера не грузит. Ни хера. Оперативка моя и ком говорит, а Ливидар, че вон в такую игру играть на твоем ПК? Едем, смотрим, короче, на дорогу, на тоннель. В принципе, потом что нам осталось? Тачки. А сейчас неизвестно. Думаю, мы уже начнем в следующей серии. Чтобы все не пихать в одну. Ну, кстати, деревьев реально меньше стало. Там еще какой прикол. В том, что скрины без зимы, а сейчас же зима на сервере. А как мы увидим? Хотя нет, вот здесь уже видно, что асфальт лежит, если не ошибаюсь. Здесь его уже не было. И появился мост такой. Уже другой совсем. Лед, кстати. Точно тоже про него не забыть. Фонарики. Нет, а это уже поприкольнее, если честно. Вот это лайк. Вот это мне прям нравится. Еще один прикол, да? Они же говорили, что вокруг озера, вернее, на озере здесь как бы лед. Утоплю я чарон или нет? Нет. Нет. Окей. Я теперь по льду, да? И теперь как бы тачку должно носить. Ну, типа носит, но здесь какое-то ограничение по скорости есть. Ну да, здесь ее носит, но скорость капец сбрасывается. И 260 максималка. Всего лишь. Окей. Но меня не интересует, нет. Сейчас поймете, что меня интересует. Смогу ли я покататься здесь на лодке? Гидроцикл, да? Моторная лодка. Ну, возьмем гидроцикл за 5000. Оплачено. А у меня не топахнет, нет? Вы арендовали. Окей. Во. Ну, весело, в принципе. Весело, да? Да. А у меня же дрифт автомобиля нет. Ну, типа боком здесь можно понавалить, но это не прям, увы и ах, из-за того, что здесь ограничение по максималке. И если ты входишь прям под большим углом на льду, то очень сильно, вернее, очень быстро сбрасывается скорость. Поэтому, ну, такое. Так, ребят, мы приближаемся к самым интересным. Это новый тоннель, который вот здесь находится. И что, он даже угол срежет? Да не особо, это просто так, да? Для красоты сделали. По крайней мере, это сделано немножечко круче, чем деревья они делают. Но что-то новенькое есть на сервере, прикольно. Прикольно, прикольно. А как он снаружи выглядит? Булыжников накидали, добавили антенну, типа по РП, все. Ааа, ну, такое, бля. Ну, сбоку выглядит не очень, но внутри, в принципе, прикольно. Так, ребят, очень интересно еще посмотреть на частный извоз. Если не ошибаюсь, да. Кнопка F6. У меня еще не забрали, штрафов не начислили. Частный извоз, разблокировать сферу. 4 миллиона это стоит. После разблокировки должны будет тщательно следить и развивать эту сферу деятельности. Окей, а рейтинг компании здесь пофиг, да? 185 миллионов, 194 миллиона. Чилы, конечно, ебашат прям не в себя. Да, а рейтинг моей компании можно как-то посмотреть. Ладно, 4 ляма это уже в следующем ролике. 4 ляма это месяц копить на моих безаках. Офигенно. Поехали посмотрим последние, это новые автомобили. Ну что, ребят, давайте начнем обзор автомобилей именно с тех автомобилей, которые мы не сможем сейчас посмотреть в автосалоне, а сможем посмотреть только вживую через некоторое время, потому что они находятся либо в батлпайснике, либо в каком-то кейсе. Значит, первое, это Lamborghini Vanen Roadster. 420 километров максималка можно получить из БПшника. Потом, УАЗ Буханка. 260 кимача тоже можно получить только из БПшника. А Bentley Batur можно получить только из элитного кейса. Rolls-Royce Spectre тоже только из элитного кейса. А Ferrari Daytona SP3 тоже можно получить только из боевого пропуска. Mercedes-Benz Vision только из элитного кейса. И, в принципе, по этому все. Нет, еще Ferrari Roma можно получить только из элитного кейса. Теперь точно. А, не точно. Lexus LC500 можно получить из БПшника. Но его тоже нужно купить, потому что это логическое предложение LFA, которое мне очень нравится. Теперь уже точно все, и все автомобили следующие можно прикупить в автосалоне. А первый автосалон, к которому мы приехали, это элитный автосалон, где находятся самые две дорогие тачки в нашем сервере. Это Lamborghini Tenzo. Уже вот эта херня стоит больше всего, по идее, да? Болит же дешевле. Болит 950. Ну да. 1 миллиард 200 миллионов. Это пебец. Как-то так она выглядит. А он еще электрический. Частный извоз Premier, 2 места в багажнике, 1 посадочное место, 525 километров в час. Не 410 за глаза, типа, и много, а здесь 520. Офигеть. Devil Sixteen. Это тоже такая тачка популярная, можно сказать. Потому что она, если не ошибаюсь, какие-то там рекорды ставила. Но такое вот сочетание, прикольное. Но лярд. Я знаю, в GTA 5 есть такая тачка, можно еще лавку на нее поставить. Вообще офигенно выглядит. По сравнению с этими автомобилями, вот какой-то там Lotus за 50, либо Pagani за 195 вообще окажутся какими-то копейками. Я уже не говорю про 28. Aston Martin DVS 2018 года. Едет 345 километров в час за 32 миллиона. Комфорт бизнес подходит для такси. Выглядит неплохо. Двухместный. А весов нет. Bentley Bacalar. Такой Bentley. Купачный. Если честно, новые бенты мне вообще не заходят. Комфорт бизнес. 335 за 28 лямов. Ну, как бы куда ни шло. При том всем, что это Кабрик. Но корыша не складывается. Скорее всего, он просто идет как Кабрик. Это уже прям что-то из новых-новых автомобилей. Porsche Cayman 718. Выглядит охеренно. 330 едет за 15 миллионов. Но если было бы 335, то это была бы прям имба за свои деньги. Выглядит очень классно. Скорее всего, в одной из следующих серий мы его припугаем. Так что новое у нас из Audi. Это RS4. Новая вот эта, да? Да. Мини RS6. Выглядит прикольно. 300 едет за 7 миллионов. Ну, плюс-минус норм. Эконом бизнес. Близи RS4 в экономе это, конечно, сильно. Ну что, автосалон японских автомобилей. Смотрим, что добавили сюда. Первый это Lechose Lexus LX600. 285 едет всего лишь за 14,5. Нет тюнинга, к сожалению. Комфорт бизнес. Даже вот так. 240Z. Fairlight Z. Вот он в принципе. 1,4 стоит. 240 километров в час она едет. Ну, не прям топ-характеристики. Терристики, но говорят, что она хорошо подходит к дрифту. Я думаю, разработчики StopRots добавили бы на нее какой-то хороший дрифтовый хендлинг. Да и обвесы здесь доступны. Самое интересное, это мультибренд. Когда впервые на какой-то из серверов в GTA 5 или в МТа начали добавлять китайцев. Zikr это первый китайц. 0.1, который решили добавить на сервер ВАГ. 330 он едет электрически. Все, как должно быть. Zikr возит премьер и бизнес. За 9 лямов. Ауди за 7. Или сколько она там? Или 8, да? Возит эконом. А это премьер вводит. То есть, смотра предлагает, если у тебя нет денег, покупай Zikr и возишь премьерные заказы. Бля, 330 едет за 9 лямов. Но это тоже неплохо. Это наравне с дорест Ешкой. Это неплохо. И ренч новый. Он такой стильный пиздец. Но стоит 16500 за 280 кимача. Ну, типа Lexus. Но дороже. Ну, такое. И Ford Bronco за 7 миллионов. Такой большой-большой. 280 едет. 110 литров в бак. Эконом-комфорт. Он прям капец большой. Ну что, ребят. А у меня, в принципе, на этом все. Вот такой вот видос вышел. Я надеюсь, он вам понравился. Вы узнали что-нибудь новое. Надеюсь, скоро увидимся еще в этом году. Нажимай на лайк. Помоги продвинуть этот ролик в топ. Буду тебе очень благодарен. Не забывай подписываться на канал, где здесь приходит очень много интересного, полезного и редкого в двух смыслах контента. Колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые ролики. Ну, а с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока.